Музыка Переходим к рассмотрению третьего вопроса Об организации деятельности Рабочего Форсоюза Для доклада приглашается товарищ Ковин Ковин Тавр Владиславович, город Новосибирск Кирпичный завод Ликавор Доклад об организации деятельности Рабочего Форсоюза Но сперва хотел бы немножко кое-что добавить К своему же докладу Для того, чтобы организовать профсоюзную работу Нужно самому, да, также определиться В каком-то политическом движении Ну, конкретно я рекомендую И, я думаю, весь комитет ко мне присоединится Партию Рабочая Партия России Потому что, да, вот есть Трудовой Кодекс Российской Федерации Все законы Ну, на самом деле, как бы для простого человека Это как, ну, какой-то такой темный лес, грубо говоря Ну, по опыту сам набил шишек Есть работы Михаила Васильевича Пакова И я прям четко прошелся по всем этим граблям В темной комнате, в общем, вот так вот Ну, а теперь, собственно, к самому докладу Как говорил Владимир Ильич Ленин Буду читать с бумажки, потому что боюсь что-нибудь допустить Я в этом деле неопытный Владимир Ильич Ленин Статья еще раз о профсоюзах Профсоюзы резервуары государственной власти Школа коммунизма, школа хозяйничья Организация деятельности Рабочего профсоюза Начинается с того, что нужно осознание того Что такое профсоюз и для чего он вообще нужен Профсоюз – это организация работников предприятия, отрасли, профессии Создаваемая для защиты и отстаивания интересов работников предприятия Главной задачей профсоюза является организация борьбы За улучшение условий труда на предприятии И, в частности, за повышение реального содержания заработной платы Эта борьба должна организовываться профсоюзом Не на отдельный какой-то период, а на постоянной основе Так как в подавляющем большинстве на предприятиях Современной России профсоюзы являются желтыми То есть подчиненными руководству предприятия И не способны на какую-либо организацию борьбы рабочего коллектива Поэтому организация деятельности Рабочего профсоюза Должна начинаться с создания рабочей секции Внутри действующего желтого профсоюза Либо в его отсутствии на предприятии создания профсоюза с нуля В обоих случаях инициативная группа должна провести закрытое собрание Задокументировать создание рабочей секции действующего профсоюза Или создание нового профсоюза Ой, ну да, секции желтого профсоюза Либо создание нового профсоюза После чего необходимо приступить к написанию прогрессивного коллективного договора И выжимке к нему К написанию прогрессивного коллективного договора И выжимке к нему Это основное средство по привлечению в рабочий профсоюз Или рабочую секцию новых членов Главным орудием профсоюза являются его члены, их сплоченность, готовность к взаимовыручке и поддержке друг друга. Поэтому лидеры создаваемых или реорганизованных профсоюзов должны грамотно вести подготовку кадров для успешной работы профсоюзов. Ведь только грамотные и организованные действия приводят к улучшению положения работников. Рабочие члены секции действующего или вновь созданного профсоюза должны изучать Трудовой кодекс Российской Федерации, соответствующую литературу, изданную Фондом Рабочей Академии, постановление РКР за предыдущие годы, курс лекций Михаила Васильевича Попова по трудовым конфликтам и т.д. Это необходимые условия для создания грамотного правкома, который будет организовать коллективную борьбу на предприятии в будущем. При вступлении в рабочую секцию новых членов необходимо способствовать их обучению. Также будущие боевые профсоюзы должны для обмена опытом взаимодействовать с рабочими секциями других предприятий, создавать объединение рабочих или вступать уже существующие. Принимать участие в Российском Комитете Рабочих путем делегирования своих представителей. При достижении численности 50 человек следует вступить в Федерацию профсоюзов России. Основным направлением деятельности рабочего профсоюза является заключение коллективного договора на предприятии. Для этого необходимо знать Трудовой кодекс РФ, соответствующие федеральные законы, конвенции, МОД, отраслевые соглашения и другие законы, нормативные акты о труде и охране труда. За основу следует брать коллективный договор докеров первого контейнерного терминала. После того, как будут написаны проекты прогрессивного договора и выжимка, следует начать распространение их среди коллектива предприятия, тем самым привлекая новых членов в рабочую секцию или в новый профсоюз. Необходимо обсуждать проект коллективного договора с привлеченными работниками, вносить предложение или положение и правки в проект, тем самым совершенствуя его. Перед тем, как выходить на переговоры с работодателем, следует организовать разовые коллективные действия, например, работа по правилам. Если это удается сделать, значит можно говорить о том, что по факту на предприятии уже существует боевой рабочий профсоюз. Существует готовность коллектива к непростой борьбе за принятие коллективного прогрессивного договора с работодателем вплоть до забастовки. После этого можно переизбрать руководство действующего профсоюза и окончательно закрепить его как рабочий, боевой статус. Затем можно приступить к формированию переговорной группы и направлению письма работодателю о начале переговоров. Обозначим критерии рабочего боевого профсоюза. Профсоюз имеет в своем составе более 50% работников предприятия. Наличие хотя бы одной коллективной победы над капиталистом. Выход на борьбу за коллективный договор. До момента составления профсоюза, соответствия профсоюза этим критериям лучше перед администрацией предприятия не светится. Мы тут начали работу над коллективным договором конструкторского бюро специального машиностроения. Хотя, не знаю, можно это совещать или нет пока, ну, вот эта информация. Ну, да. Ну, ситуация такая. Я столкнулся с такой проблемой. Не мог найти корректного шаблона этого коллективного договора докера. Ну, отформатирован был не очень хорошо, так скажем. Мне пришлось над ним, именно над форматированием работать дольше, чем вносить правки. Во-первых. Во-вторых, есть такие пункты в этом коллективном договоре, которые, ну, не всем подходят. Ну, и вот у меня такая идея постоянно закрадывалась, что нужно составить все-таки какой-то коллективный договор универсальный, куда можно было, ну, именно все наши прогрессивные идеи туда внести, этот прогрессивный договор коллективный у нас разместить, и чтобы мы, каждый вот, ну, желающий мог им пользоваться. Ну, и как бы эту задачу надо бы поставить как-то. Я думаю, у нас сложности не составит это сделать, ну, так как у нас есть, как бы, рекомендованный коллективный договор докеров, ну, и, соответственно, оттуда убрать какие-то пункты, какие-то добавить, и вот у нас будет универсальный уже коллективный договор. Почему бы нет? Горушкин Сергей, электромонтер, город Викросталь. Ну, по поводу коллективного договора, да, у нас вопрос про профсоюз, а не про коллективный договор. Коллективный договор универсальный, сцена не получится. Те пункты, которые универсальные, и должны все работники за них бороться, мы о них говорим на заседаниях Российского комитета рабочих, сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, как это сформулировать, а все остальное – это либо из трудовой кодекса берется, либо из интернет-соглашений, которые разные для каждой отрасли. И уже какие-то мелочи, это на каждом предприятии свои приложения, поэтому прям супер универсального нельзя написать. И когда я делал свой первых коллективного договора, то брал многие проекты, многие коллективные договора и брал из них самое лучшее, составлял. Так, ну вот по поводу профсоюзов, все-таки я вот отметил для себя, что пока у нас много есть отрицательного опыта, что товарищи пытаются создать профсоюзы, начать какую-то работу, и не получается ничего. И разбитые армии хорошо учатся, но вот как-то осознать, понять вот этот отрицательный опыт, что именно, какие именно ошибки были свершены, чтобы все-таки кто в будущем будет эту работу начинать или продолжать, чтобы он не свершал. И чтобы тот, кто начал эту профсоюзную работу или ведет ее, чтобы она развивалась до принятия прогрессивного коллективного договора, а не затухала. И вот все-таки я бы хотел, ну, может быть, товарищей услышать, ну вот какая работа над ошибками, почему у нас с организацией профсоюзов проблемы такие, что в чем дело. Вот, очень интересно было бы узнать. Кто выступит, товарищ? Товарищи, зачем вы включите? Я, в принципе, об этом говорил на прошлом, Маркаре. Сейчас больше, наверное, сколько, может быть, напомнить, сконцентрировать внимание, что ли. Да, мы столкнулись с проблемой рабочего профсоюза. Связана она была с тем, что, несмотря на относительно неплохую поддержку непосредственно в моем коллективе, то есть на словах, вот пока вот так разговариваешь с людьми, да-да-да, действительно, надо, давно пора. А когда доходит дело до дела, то мы сталкиваемся со следующим. Ну, в частности. В принципе, можно, заявляемся, что вот какой-то, у полномочия пока не было какой-то, предлагаем голосовать. Старик начальник, член профсоюзов, член профсоюзов начальник. Отдельная тема, что у нас директора... Начальник членофсоюза. Не бывает такого. зам директора в этом является председателем подразделения союза и смотрят то как голосует и церковь травы я не смотрю голосуйте против меня он конкурентом является в этой борьбе и вот в этой ситуации тех кто осмелился поднять руку оказалось буквально 23 человека больше побоялись проголосовать за меня и в итоге первый раунд мы продали результат этих выборов отменить потому как были допущены многие нарушения помимо того что страны с начальником вот проводим второй этап закрытого голосования кстати меня на первом этапе закрытое голосование было инициировано за него на проголосах было закрыто они не боятся проголосовать на закрытое голосование возле и только потому что в первом раунде получать его продули отменяем эти выборы начальник будет болит так вот смотрите теперь уже все под моим русским контролем в этот раз уже приседатель этого нашего подразделения боится слова не так сказать правильно все записывает но самое интересное что рабочий то вот он готов конечно вот один раз там прийти на полчаса пораньше с работой посетить респондировки они сразу на пользу обращено мойки а вот прийти после работы уже по окончании рабочего дня в отдельное место где нет начальника директоров это точно будет провести тайное голосование потому что разрешил директор верстопроводил тайное но только смотрите мне а зачем мне это надо я-то думал там он сам будет бороться вот я так понимаю а тут он опять заставляет приходить что-то там тратить время выслушать это а тем более тайное голосование на во время значительно дольше длится и знаете как протест что ли типа ну не так мы не хотим и в итоге в этот раз провал просто дам за меня буквально 20 а все остальные за начальника за самого начальник теперь у нас еще и привет руковод то есть в чем проблема проблема в том что когда берешь на стилы руки во-первых сам профсоюз тут же все это дело пытается перехватить тут же в это дело включается директор непосредственно а мне руководство профсоюза ну ты там это как бы директор не против ну ты к нему сходи с ним поговорим то это с ним договоришься все получится я сижу и слушаю этот наказ председателя профсоюза нашей первички думаю ну короче там не цензурная думаю ну вот она проблема в 1903 году до 1903 году был второй съезд раздрерп на котором рассказал бы произошел раскол на большевиков и меньшевиков и перед этим съездом искровцы эта группа провела свое тайное голосование ну то есть не то чтобы голосование она провела свое отдельное собрание на котором проговорила все продумала и выработала решение за которые проголосовали там была такая история что на съезде не должно было быть императивных мандатов то есть никто не должен был заставлять тех кто на этом съезде раздрп принимать какие-то решения то есть никто не вправе был обязать человека голосовать так или иначе но это все было сугубо добровольно и искрики сугубо добровольно собрались и выработали единую линию правда потом на рсдрп они все-таки на съезде они все-таки раскололись и борьба была тяжелая но тем не менее хорошая практика которую можно тоже применить прежде чем на большом взрослом собрание профсоюза надо сначала собрать свое маленькое на котором все объяснить можно как-то можно как-то убедить людей что ну не стоит идти против коллектива что у коллектива есть силы есть сила осуждение ну понятно не нужно не нужно никому угрожать физической расправы ни за что и никогда но в любом случае в любом случае ну силу коллектив должен почувствовать еще до того как выступит против врага нужно учение проводить ну у нас все-таки обсуждение идет рабочего организации 10 рабочего процесса поэтому если председатель профсоюза начальника это уже не попадает они рабочих хотели действующих я понимаю да но это сложно начинается все с рабочей секции все-таки которые не афиширует то что она создается для чего это делается во первых как прозвучал докладе это уже люди сознательные они начинают они должны проводить самообучение в первую очередь понимать чего они будут делать четко да то есть изучать законы изучать материалы фонда рабочая академия консультироваться с консультантами нашими и повышать уровень понимания вообще чего дальше делать поэтому вот это и есть как бы важная составляющая организации вот обучение он играет очень большую роль вопрос звучал почему тех тут неудача лучше не знаю что делать начинают привлекать людей там афишировать себя сильно но и натыкаются уже на сопротивление работодателя еще тот момент когда они даже не способны принципе на какое-то сопротивление поэтому тут нужно аккуратно все это делать нужно сначала выборочно искать товарищи которые внушают доверие привлекать их от рабочую секцию подключать к учению написанию проекта коллективного договора и таким образом набирать какую-то силу это сила на первую очередь знаниях составить понимание что делать вот у нас была ситуация но не у нас наши товарищи тюмени иначе мы создали профсоюз какой-то небольшой свой собственно с нуля хотя там был по-моему желтый профсоюз уже привлекли внимание да потому что они объявили о нем потом начали собирать подписи за коллективные за проект коллективного договора который в принципе написали им мы их товарищи не они сами то есть они не принимали участие вот доскональном там изучение и формирование этого коллективного договора они взяли можно сказать уже готовы вы начали собирать подписи надо собирались что при первых что работодатель оказал давление и там самый активный член остался один просто никто не знал что делать даже вроде как его не придавали просто развели руками все и на этом все закончилось но это говорит о том что люди преждевременно начинают какие-то действия которые могут повлечь за собой вот реакцию работодателя сначала нужно всем понять что мы знаем чему будем делать вот поэтому неудачи нас постигали ну и у нас в принципе рабочих профсоюзов практически нету поэтому они все им всем предстоит пройти путь вот адрес есть форму практически я имею ввиду что для их очень мало поэтому целом это всегда путь самого начала поэтому очень большое внимание надо уделить образование в этой области и всем это нужно понимать то есть на туалет и русские сознательные рабочие что должны осознавать что просто там загореться идею всех победить там врагов рабочего класса и и пойти в атаку но ничего из этого не получится хорошего нужно вырасти сначала потом привлекать товарищей и поднимать для своего уровня я так организацию значит значит на начальном это организация деятельность рабочего союза я вижу так мне можно еще говорить да конечно конечно спасибо я хочу рассказать о состоянии значит профсоюзной работы на кировском заводе дело в том что я вас никак работаю второй год я никак не могу найти профсоюзника местного я разговаривал со стариками вот которые давно работают оказывается в них там в профсоюзе остался только один профсоюза как такового нет есть как бы этот заводская профсоюзная верхушка которая ну сами понимаете чем занимается а профсоюза как такового нет почему я и и говорю что я член морб регионального объединенного профсоюза защита почему потому что я знаю что в случае чего этот профсоюз меня реально защитит как он защитил меня защищал меня не раз когда мы этот наш рабочий профсоюз создали на ленинградском металлическом заводе состоял он из одних рабочих без без начальства тогда естественно на нас обрушились репрессии и постепенно постепенно ну нас была капля в море нас всех так сказать сами понимаете выдавили я был один из последних но просто так я не ушел мне опять же помог вот этот мой профсоюз и с помощью он помог мне действовать довольно грамотно юридически грамотно и при прежде чем расстаться они мне вынуждены были заплатить 400 тысяч а было это в тринадцатом году причем мало того кто кто меня увольнял они мне потом работу нашли и я получил зарплату еще больше чем на металлическом заводе это парадокс но это так вот но потом вот опять же в связи с пандемией хозяин у которого я работал меня начал увольнять но опять же тот же самый профсоюз мне помог я очень грамотно в общем-то мне хорошо заплатили и вот ушел и вот уж пришел сейчас вот на вот этот кировский завод который в общем-то являя собой жалкое зрелище прямо скажу там половина цехов вообще не работает стоит пустые вот я не хочу сказать что ну что вот тот профсоюз официальный он ничего не делает я один пример приведу например у нас в цеху работает столовая благодаря этому профсоюзу и цены благодаря просто ну за 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 те обеды которые мы берут в два раза меньше мы платим того что нужно то есть он заказал там первое второе третье приложил пропуск и вместо 100 рублей 200 200 рублей 100 рублей это достижение или достижение я думаю что не у всех такое есть правильно ну они конечно это это наше вот вот но тем не менее вот это вот это мое членство в защите оно позволяет я знаю что меня в случае чего я в общем то понимаю уже в силу возраста я сами понимаете уже кандидат номер один на увольнение в случае чего я знаю что у меня опять же защитят и опять же расскажут как действовать я просто так естественно не уйду вот почему потому что у члены нашего профсоюза они на различных предприятиях я сейчас один пример приведу вот мы сейчас очень удачно восстановили одного парня работает под ленинградом на складе и он создал у себя на складе профсоюз ну естественно его начали местная администрация начала его сами понимаете прессовать вот и вот однажды у них ну у них ничего не получалось однажды у них произошел пожар загорелось на там загорелось на потолке парень был храбрый он скачал на подъемник поднял поднялся потушил лично пожар вот а когда он на следующий день пришел на работу висел приказ о его увольнении за нарушение правил техники безопасности потому что он не имел права к этому подъемнику так сказать подходить работать на нем тем не не менее вот мы сейчас его восстановили он все то есть это один из примеров людям то мы полагаем то есть вот так ну вот и все пару слов хотелось бы сказать еще по поводу вот рабочего не профсоюза в желтых как товарищи выразился там сложно было начальника переизбрать все такое и ксения уже сказал что нужно было заранее где-то рабочей секции создавать и заранее оговаривать свои поступки также есть видео с товарищем ковалевым это вот на рабочей тв москва фонд рабочая академия товарищ горбушкин интервью брал у него там хорошее видео это председатель по союзу диспетчеров вот там говорит что они не просто вот проводят какие-то коллективные действия какие-то там переговоры с работодателями и так далее они да перед этим они просто тренируются буквально вот тем более говорит многие старшие товарищи прошли большую школу переговоров и они уже знают много всяких заковыки они просто буквально садятся вот за стол как работодатели к ним приходят более молодые они их начинают топить просто те говорят одно эти другое города они должны аргументы найти потому да и ленин вообще говорил что рабочие должны уметь сговариваться то есть рабочие должны заранее сговориться и потому провести даже вот эти вот репетиции как товарищ ковалев рекомендует очень хороший я думаю метод просто порепетировать просто собраться люди понять что хотят и что они должны сделать во первых вы договоритесь что вы должны сделать как сделать и проголосовать как я думаю когда уже будет при вас присутствовать один начальник все а вас там сотня или с лишним будет наверно как то неловко раз и по другому а тем более можно сразу тайное голосование сделать вот я думаю такие рецепты думаю очень будут полезны заранее про репетировать просто все это создать рабочую группу секцию прорепетировать голосование и спокойно рабочить там какой-то какой-то желтый профсоюз потихоньку по поводу по поводу тайного голосования кстати я могу сказать самое смешное что они говорят ну ты сделай тайное голосование и мы проголосуем это еще на первом круге так вы же принимаете решение вот открывается собрание я предлагаю провести тайное голосование я на карте предлагал решение с вами вопрос ставится на голосование кто за тайное кто за открытое ну надо было сразу сказать давайте сейчас прорепетируем я за заранее Владимир Михайлович ну по факту мы сейчас рассматриваем какой вопрос создание рабочих профсоюзов и другая сторона этого же вопроса рабочего не профсоюзов значит что могу сказать из личного опыта есть первичные профсоюзные организации чья угодно ФНПР эти самые демократы всякие сейчас их развелось прорву это не важно значит мы начали с чего это правда длительный процесс непростой так вот что не получится значит первое что мы пробили как ежегодная конференция ежегодный отчет идет значит профорганизации правкома перед организацией значит на этой конференции на ближайшие мы приняли решение о том что профсоюзный комитет у нас формируется по принципу прямого делегирования от организаций цеховых там отдельских и так далее вот правда оговорили что предположим отдел трудной заработной платы он самостоятельно делегирует есть экономические службы вот у них от их всех организаций одного человека каждый цех от своего человека делегирует и вот этим прямым делегированием не на конференции как это обычно принято что вот вам список кандидатов в состав значит профсоюзного комитета голосуйте нет не голосуется ничего ведущий конференции зачитал цех 1 рыбаков цех 2 мухин ну и так далее все вот состав сформирован это один момент то есть здесь прямого воздействия администрации я не скажу что нет но значительно меньше потому что вот так выйти перед собранием цеха и давнуть не каждый возьмется вот и не каждый услышит вот есть конечно воздействие это бесспорно но не сравнимо нежели выборы на конференции то есть качественный состав профсоюзного комитета изменился в лучшую сторону значит людей зависимых от рабочих стало значительно больше то есть представительство рабочих выросло это очень важный момент второе второе мы рабочие собрались председатель правда с нами тоже пришла села вот мы не можем ее выставить предельно решение что в правкоме формируется рабочая фракция и не одно решение с которым согласно рабочая фракция или с которым не согласно рабочая фракция принятым правком не может то есть предлагается какое-то решение возникает вопрос предлагают если рабочая фракция против все снимается то есть появляется элемент так сказать диктатуры пролетариата правда все таки вот вот интеллигенция причем и техническая тоже склонна к недопустимым компромиссам и они все время так сказать начинают искать положение уговаривать рабочих которые члены правкома уговаривают принять так сказать не ту сторону есть такой момент никуда для этого не денешься для того чтобы этого не было надо чтобы следы правкома учились чтобы они получали по соплям за свои решения приняли решение опа ребята получили получили следующий ряд будьте умней вот это было тоже сколько угодно и вот за счет того что эта фракция рабочая набирала силу с нами перестали бодаться и это и члены правкома все чаще и чаще вставали на нашу сторону вот значит это вот такой момент то есть профсоюз вроде бы и не рабочий профсоюз военпровский и председатель правкома сейчас вот еще у них система на зарплате у обкома профсоюза там ну более высоких структур на зарплате вот то есть степень воздействия у них гораздо выше вот но председатель я ничего не могу у меня члены правкома против все таки демократический такой принцип в профсоюзах еще работает вернее в принципе работает просто не умеем пользоваться и не пользуя не можем реализовать скажем так вот за счет того что вот рабочая фракция была сформирована работа с коллективным договором у нас пошла совершенно иначе я уже об этом говорил вот но смысл в том что я говорил что готовим коллективный договор каждый раздел мы в коллективе в цехах в цехах обращаю ваше внимание вот так сказать с интеллигенцией контакт плохой прямо скажу вот есть категории которые нас поддерживали однозначно были люди которые говорили да кто вас услышит были люди что вы лезете не в свое дело вот среди это это рабочая фракция стала законодателем профсоюзов комитете и коллективный договор коллективным договором занимались рабочие все так сказать этапы которые надо было пройти так сказать от начала коллективного договора от его формирования и заканчивая коллективным трудовым спором к которому мы в конце концов пришли вот значит мы прошли именно с большинством представительства от профсоюзного комитета мы прошли большинство наших представителей было именно профсоюзной организации были рабочие вот это очень важный момент мы оценили несколько позже вот когда вышли уже на переговоры непосредственно значит мы прошли все этапы вот я обращаю ваше внимание на момент который вот здесь в постановлениях у нас есть на мой взгляд ошибка допускается значит мы дошли до забастовки вот всю процедуру прошли до самого конца вот значит объявили забастовку забастовка у нас длилась три дня потом мы ее приостановили и больше процедуру то есть забастовку мы не прекращали мы приостановили приостановили значит какие-то появились новые требования идем в администрацию вот забастовка какая! забастовка идет... мы ее не прокращали и вот эта забастовка внизу нас в администрации постоянно у нас объявлена забастовка работаем мы не работаем у нас забастовка Я обращаю внимание, это очень важно Чтобы потом вас никто не зацепил Вот тут предварительная забастовка, окончательная забастовка Это ерунда эта Забастовка бывает одна Все, нет никаких определений для нее Вот забастовку объявили и не прекращаем Мы ее можем приостановить Можем восстановить Можем опять приостановить Но как только мы ее прекратили Все, в следующий раз вас будут гнуть На всю процедуру опять От, так сказать, выдвижения требований И до всяких судебных дел Вот Значит Так При формировании Значит, ну вот мы кол договор Скажем так, подготовили Заявили в администрацию Администрация говорит Нам не надо ваш кол договор У нас есть свой Покажите Они показывают старый, естественно Ребята, это уже было Это уже мы прошли Вот вам кол договор Если у вас есть, кладите рядом И Будем смотреть По закону комиссия Формируется из двух сторон Значит, работа комиссии Ни в коем случае Не разрешать администрации Стать во главе стола Значит, приговоры ведутся двумя сторонами И никаких председателей комиссии нет Есть две стороны Эти две стороны ведут переговоры Никакого председательства У нас зам. директора по экономике Первый раз пришел Говорит Я председатель комиссии Какой? А по заключению кол договора С кем? То есть Мы вот так вот Быстренько договорились Говорит Ты такой же, как я Представитель Говорит Вот Сидят Там люди Говорит Они тоже такие же представители Все при всем разных правах Потому что Мы ведем переговоры У нас две стороны Мы представители двух сторон Не сразу, но приняли А куда деваться? Вон Так И Ну, пожалуй Последнее А, ну вот тут Возник вопрос Относить Кол договор Собирать подписи Там То, все Все вот эти вот вещи Как это делать Сложности Значит Товарищи дорогие Собирать подписи И работать Подготовку Коллективного договора Можно вести Только имея Организацию Потому что Если вот ты Придешь С предложениями В кол договор Скажешь Подпис Подпиши Я посмотрю А ты кто? Ну ты что Знаешь? Я Вася Я знаю Что ты Вася Ты кто? Кого представляешь? В администрацию Придете Вы кого представляете? Понимаете? То есть Должна быть Организация Не важно Какой это Профсоюз Важно Чтобы была Организованная Сила В коллективе Которая Имела бы Полномочия На представительство Вон Значит Тут Я говорю Плохо Что докеры Перестали ездить На наши заседания Вот у докеров Они выступают От Так сказать Всего коллектива Да Докеры выступают От всего коллектива Но у них Есть Профсоюз Докеров И они Заявляются Как профсоюз Докеров А вот Остальные Пишут им Заявление Что Они Поручают Профсоюзу Докеров Правком Докеров Представлять Свои интересы На переговорах По таким То вопросам У них Есть Доверенности Вот И они Уже Действуют От лица Всего Коллектива Главный Бухгалтер Подходит Константин Васильевич К Дотову Тот был Представителем Правкома И спрашивает Константин Васильевич А когда будем Зарплату Поднимать Вот как Должно быть Они Представители Организаций От имени Коллектива Вот Значит Это вот Такой Очень важный Момент Ну и Последнее В составе Представительства От коллектива Интеллигенции Должно быть По минимуму Значит У нас было Дважды То есть Представители Коллектива Ну профсоюзной Организации Правкома Переведнулись На ту сторону И все И Комиссия Сработала Против То есть Интересов Коллектива Поэтому я говорю Интеллигенции По минимуму Интеллигенция Склонна К Нетопустимым Компромиссам Ну вот Пожалуй Все Значит Главное Что Если Вы Хотите Чего-то Добиться Надо Быть Надо Быть Организованными Надо Иметь Организацию Которую Бы Зачищала И себя И коллектив Вот Лидеры Говорят Вот Там Давят Этих Давят Этих Давят Этих Лидеры Сильные Организации Сам По себе Лидер Ничего Не стоит Вот Это Надо Иметь Ввиду То есть Организация Должна Себя Сохранять И Сохранять Людей Через Сохранение Людей Через Сохранение Своих Лидеров Ну вот Пожалуй Все Ну сложно Конечно Что-то Вообще Дополнять Но Какой Никакой Опыт Есть И Хотелось Бы Вновь Участвующим Людям В нашем Семинаре Рассказать Значит О той Ситуации Какая У нас Была На нашем Предприятии Значит Столкнувшись Выпиющей Несправедливостью В очередной Раз А именно Недолжным Образом Была Повышена Значит Заработная Плата В коллективе Начались Волнения А так Исторически Сложилось Что Мой Пришественник Председатель Нашего Независимого Профсоюза Рабочих Остался В такой Значит Ситуации То есть Предприятие На предприятии Два профсоюза Один Профсоюз Что Говорится Отраслевой Другой Профсоюз Вот Как я Уже Озвучил Независимо От Тоже Официальный В какие-то Моменты Уже Был Признанный То есть Работал И Все Понимают Что профсоюзное Движение Оно Волнообразное Да То есть Когда Все Прекрасно Добились Каких-то Успехов Ну Это Показывает Практика Но Я не Говорю Что Это Так Должно Быть Так Показывает Практика Что Когда Каких-то Моментов Улучшений Коллектив Добивается Благодаря Своим Коллективным Действием Значит Начинает Коллектив Потихонечку Остывать Да То есть Не так Уже Может быть Рьяно Следит За теми Успехами Которых Они Добились И В общем Сложилась Такая Ситуация Что В нашем Рабочем Профсоюзе Остается Один Председатель И Где-то Порядка Пятидесяти Женщин С ними Значит Это Кладовщики Уборщицы Ну В общем Слабый Пол Который Окружает Одного Председателя Что я хочу Сказать Значит Человек Понимая Какая ситуация Какая Обстановка Он Не Не то Что сказать Не затаился Да Он ждал Этого момента Ждал Новые волны Когда Он понимал Что Не может быть Это Ну Такая Обстановка Не может Быть Вечно Все равно Так или Иначе Придет Какое-то Недовольство И Людей Нужно Будет Объединять Вот В таком Состоянии Значит Я так Думаю Около Десятка Лет Профсоюзная Организация Находилась То есть Занималась Ну Сугубо Наверное То есть Он Сверял Постоянно Количество Численности Выплачивал За счет Средств Материальной Помощи Материальной Помощи По определенным Статьям Своим Значит Тем Кто состоял Вместе С ним В организации Ну Вот Значит Пришла Такая Ситуация Что В определенный Момент Работодатель Не знаю Уж По каким Причинам Не захотел Индексировать Заработную Плату Ну Здесь Стихийно Значит Собирается Инициативная Группа Которая Мы не допустим Этого Мы разберемся Отдайте Нам Нашего Туда Сюда Ну Приходит На непокойную Вадим Степанович К нам Говорит Ребята Успокойтесь Присядьте Послушайте Что я вам Скажу Вас Сейчас Объявят Гаврошами Вы Никак Не Организованы И Постепенно По одному Начнут С предприятия По возможности Учеркивать То есть Так дела Не делаются Мы то Смотрим Что в принципе Надо Ну Вы хотя бы Как то Организуйтесь Ну а что Нужно Для организации Мы в первую Очередь Там Ну давайте Создадим Свою организацию Ладно Раз уж На то пошло А Момент Уже Современности И Надо понимать Что свою Организацию Как бы Создать И не так Просто Да Вот Он говорит Зачем вам Создавать Что-то Уже Все Создано Получается Стихийно Профсоюз С 50 Человек Возрастает До 205 Человек Буквально Прямо За какие-то За какой-то Считанный Промежуток Времени Да Вот И значит Тут уже Начинается Заинтересованность То есть Мы начинаем Поднимать Локальные Нормативные Акты Начинаем Интересоваться Тоже Коллективным Договором Первый раз Я попадаю Как представитель Рабочей среды Именно Как Участником Становлюсь Коллективных Переговоров Просто Как бы Со стороны Наблюдал Еще ничего Не понимая Не понимая Значит Посмотрели Как Все Это Происходит До Того Как Рабочий Профсоюз Начал Этим Интересоваться Происходило Все Совершенно Так Приходит Значит Отраслевой Профсоюз Садится Ну что У нас Все Хорошо Все Хорошо Если Сверху Никаких Как бы Указаний Не поступает То есть Это Коллективный Договор Так Вот Он Как Есть Десятилетиями Идет Идет Но Надо Заметить Моменты Наверное После Перестроечной Где-то Середина 90-х В коллективном Договоре Были Такие Нормы У нас Была Компенсация За Электроэнергию То есть У всех У всего Холдинга В нашей Отрасли У нас Были Золотые Парашюты Как их Называют При выходе На пенсию Это Количество Определенных Окладов При выходе На пенсию Ну и Еще Разного Рода Выплаты Социального Характера Что касается И профилакториев И санаториев И детских Оздоровительных Лагерей И Тем Кто Пострадал К примеру По вине Работодателя На рабочем Месте Тоже Выплаты Были Неплохие Конечно Не было Того Что Добились Докеры Это Профзаболевание Возмещало Работодатель Конечно Тоже Неплохо Потому что Соизмеряя То что Сейчас Происходит Как страдают Люди На производстве По вине Работодателя Этот момент Тоже Я считаю Должен Быть Заметен Потихонечку Эти Как говорится Приятные моменты Начинают Вымываться То есть А вот Госкорпорация На сегодняшний момент Не предусматривает А вот Госкорпорация Нет Как вот Мы говорим Нас Утаскивают Постоянно Ну а что Такое Госкорпорация Где она Где ее Представители Ведь Коллективный договор Это то что Вот Конституция На локальном Уровне Нам же Не важно Что у них Там какие-то Общие нормы Мы работаем Здесь и сейчас И мы договариваемся Сегодня здесь и сейчас Вот Проходит Какое-то Время Тоже Значит Как себя ведет Профсоюзная Организация Пока она Набирает Значит Силу Эту силу Работодатель Чувствует Он видит Что Собрался Тот Правком Который Действительно Заряжен На то Причем Хочу подчеркнуть Эту особенность Может быть Это звучало Скорее всего Владимир Михайлович Об этом говорил Но Основная Задача Рабочего Профсоюза Это Твердо Стоять Принципиально Стоять На позиции Интересов Рабочих Или В целом Всего Коллектива Потому что Они Как бы Это характеризует Рабочий Профсоюз Если У Правкома Будут Какие-то Вот эти Ежеминутные Слабости Которые Как показывает Практика И появляется И идет Искушение Со стороны Работодателей Вот На нашем Примере Можно сказать Из Семи человек Значит Активных Которые Состояли У нас В правкоме Троим Из Семерых Было Предложено Занять Дожность Мастера То есть Соответственно Человек Уже И по Статусу Ему Близко С нами Не положено Быть И интерес У него Совершенно Другой И Себя Он Колит Вроде Бо Ему И с Коллективом Не хочется Терять Хороших Отношений И Здесь Уже Обязанность Какая-то У него Перед Руководством Но Даже Что Хочу Сказать Сейчас Наверное Таких Людей Все меньше И меньше А может быть И нет Уже В коллективах Которые Грубо говоря Имея Какой-то Карьерный Рост Все равно Сохраняют Твердую Позицию И стоят Как бы На классовой Позиции На классовых Интересах Вот Ну Есть Я не говорю Что их Совсем Нет Но В коллективах Их Становится Мало Потому Что Люди Имеют Такую Как бы Способность Перерождаться Они Уходят Значит Где-то Кто-то Собой Больше Занят Чем Коллектив Но Все-таки Как бы Предостеречь Предостерегаться Этого Нужно И вот Когда Такая Значит Ситуация Стоит Вот На Сегодняшний Момент Мы Как бы Оправиться От Этой Ситуации Не Можем То есть Был Нанесен Сильный Удар По Центру Центр Не скажу Что Развалился Да Если Меня Здесь Не стояло Он Развалился Но Потерял По крайней Мере Ту Основу И Тот Ну Как бы Не стержень А Количество Качественный Показатель Да Но Благодаря Тому Что Мы Все Это Осознали Все Это Проанализировали Поняли Значит Благодаря Российскому Комитету Рабочих Мы Первый Раз Когда Приехали Сюда Приехали Четыре Я Уж Помню Или Не помню Пятеро Нас Человек Да Значит И Сзади Михаил Васильевич С Александром Владимирович Сидят И говорят Ребята Профсоюз Пошли Могли бы Как-то По-другому Вопросы Решать А Почему-то Организовались Профсоюз И Действительно Это Не случайно Когда Люди Понимают Что Они Представляют Интерес Всего Коллектива Это Дорогого Стоит Но Работа С коллективом Конечно Тяжело Но Никто Кроме Нас Этим Заниматься Не будет То есть На сегодняшний день Коллектив К этому Не готов То его Надо готовить И Как правило Правильно Сказал Владимир Михайлович Но Каждый раз Надо учиться Ведь Приезжая сюда Мы Каждый раз Открываем Для себя Что-то новое Мы Друг У друга Вот Казалось бы Простейшая Какая-то вещь Думаю Сейчас Приеду Вроде Все уже Ясно Сейчас Приеду И все Это Воплотится И все Получится А нет Приходится Значит Чего-то Где-то Не доработали Где-то Не допоняли Где-то Не додумали Приходится Возвращаться А порой Топтаться На месте Приходится А здесь Топтаться На месте Это уже Промедление Какое-то Уже Заведомый Проигрыш То есть Идем Вперед Согласно Своих Интересов И С гордо Поднятой Головой Всем Спасибо Есть еще Желающий Выставок Александр Владимирович Уважаем Товарищи На что бы я хотел Обратить внимание Вот здесь Звучало Звучало Я сказал Что Нужно Оставить Принципиальную Позицию Да И ничего Не только Оставить Ничего Назавтра Вот Звучало Больше Десяти лет Ну и тогда Начинают Приходить Какие-то Успехи Ну и Надо Что сказать А кто Может Оставить Принципиальную Позицию Позицию Рабочего Класса На протяжении Десяти лет И больше Ну Кто Рабочий Класс Рабочий Класс Это ведь Очень большой Класс В котором Есть Большинство Рабочих Есть Большинство Которые Спят Обычное Время Так кто Может Оставить Принципиальную Позицию На протяжении Десятилетия Член партии Вот Уже Мы к этому Прямо Пришли Раньше Мы как-то Это Помнились Василий Алексеевич Особенно Подчеркивали Почему Ну Потому Что Шло Такое Бурное Достаточно Бурное Формирование Класс Где Были Член партии Некоторые Достаточно Были И Профсоюзные Организации Даже С Антиком Мистическим Душком Были Девяностое Годи А Как Профсоюзные Грегидации Были Активные Но Прошло Это Время Активность Ушла Потому Что На Антикоммунизме Принципиальная Позиция Рабочего Класса Не удерживаешь То Есть Такая Ситуация Получалась Какая Временная Параноксальная Нам Кто Держит А Вот Федотов Вот Пятидесят Лет Уже Даже Больше Уже Началась Работа С конца Восьмидесятых Вот Константин Васильевич Там же Евгений Кутеревич Самафеев Ну Понятно Уже Другое Положение Вот Поэтому Мы Испоминаем До сих ПКТ Уже ПКТ Только Там В этом Протокоме Сидит Работает Константин Васильевич Даже Не Был Очень Приседатель Вот ПКТ Есть Профсоюзные Организации Есть Коллективный Договор Да Он Похоже Чем Был Кое-что Из него Утеряно Но Это И сравнить С тем Периодом Когда Во всю Мощь Работала Единая Профсоюзная Организация Которые Были Боевые Тогда Помоложе Боевые Несколько Человек Там Еще Беляев Рысев Член партии Наши Тогда Еще Не Совсем Потерял Герасим Который Тоже Полезную Работу Выполнял Я Что Горю С Михаил Васильевич Который Постоян То есть В момент Решающих Сваток В Комитете Было До Пяти Членов Партии Причем Не просто Так Со стороны А Они Все Там Были Или Они Состава Профсоюзной Организации Или Научные Консультанты Как Николай Васильевич Попов Ну И Те Кто Готовил Газет И Вот Эта Организация Вот Почему Мы Можем Теперь К этому Опыту Обращаться Потому Что Это Была Такая Организация В которой Была Всегда Твердое Очень Лучшее Коммунистическое Ядро И Что Мы можем Сказать Что Это Было Случайно Наоборот Вот Это Как Раз И Есть Закон Развития Профсоюзного Движения Там Где Есть Твердое Партийное Ядро Там Будет Ускер Где Владимир Михайлович Он Был В Рядом Рядом Дмитрий Васильевич Гошин Мы Время Были То Есть Он Не Был Одиноким Ченом Партии И Все Знали Я Там Бывал Неоднократно На самом Заводе Уступал Никит Ромаш И Все Знали Кто Дмитрий Васильевич Гошин Тогда Проводили Митинги Мы Все Были Поэтому Опять Таки Там Где У нас Были Успехи Там Успехи При Активней Части Был ли Что-то Такое Хоть По работе Не Был Такое Потому Что Не Был Ченок Нашей Партии Теперь Я думаю Что Это Надо Пощеркнуть И Решение Нашим Поставлений Тоже Как Будто Опыт Трех Десятилетий Нашей Работы И Опыт Двух Сполнений Десятилетий Верклера Говорит О том Что Там Есть Партия Значит РК Вот Она На Были Рядом Где-то И Были Тоже Поэтому Какие-то Были Достижения Ну Самое главное Что РК РП Сохранила Свой Ортодоксальный Характер Не Знаю Пока Не Знаете В чем Она Сохранила Пока Была Рядом Я точно Могу Сказать Вот Сейчас Давно Мы Не Пересекались Ни С кем Что Какая Своя Дорога Пошла Вот Мы Этой Дорогой Идем А Что Что Касается Вот Здесь Если Мы С вами Совсем Вышли Одной Дорогой Вот Здесь Было Бо Половина Представителей Рабочей Партии России Хотя Мы Говорим Что Нет Партии Представляем Все Понимают Прекрасно Вот Без Того Что Рабочие Там Не Организовывали Никакой Инициативной Группы Не Будет Никакого Не Будет Правкома Потому Что Уже Не Было Бо Уважаем Мне Прекодилось Беседовать В свое Время С представителями Органом Все же Органы Должны Контролировать Да Мы знаем Карли Это Такой Очень Перспективный Товарищ Давно Это Было Все Вас Знают Со всех Точек Зрения Вот Здесь Потому Что Наши Факции Ну Это Надо Записать Тоже И Тоже Это Правиль Увоззрение Что Если Вы Хотите Какого Добиться Успеха Товарищ Поищите Кто Так Что Это За Эта Партия Что Это За Партия Спросите Потому Что Я На Специальное Постановление Писали Кому Если Хотите Составить Селективный Договор Кому Должны Обратиться Кто Еще Подскажет КПРФ Ну Кто Подскажет КПРФ Ну Даже Никому В главе Этого Мысли Нет Кому Еще В РПРФ Я тоже Скажите Кому Обратиться Мы Тоже Туда Направим Персонально Человек Который Знает И так Далее Туда Направим А у Нас Много Людей И они Не имеют Только Консультанты Хотите Пожалуйста Ну Составивши Сколько Составивши Кто Составляет И уже Через Два Месяца Составит То У Нас К Между Прочем В РКР Будет Десяток Людей С Коллективными Договорами А раз Составил Значит Он Может Посоветовать Другим Поэтому Полагаю Что Надо Уже Прямую Подчеркнуть Что Успешная Эффективная Организация Действий Рабочего Профсоюза Возможно При условии Что там Действует Ведро Челов Партии И Какой Партии Ну Все По факту Жизни Рабочей Партии России Вот Так Прямо И Записать Спасибо Уважаемые Товарищи Ну Тогда Предлагается Зачитать Чтобы Принять Данный Проект Постановление За основу Потом Запишем Постановление Российского Комитета Рабочих Об Организации Деятельности Рабочего Профсоюза Российский Комитет Рабочих Отмечает Что Рабочим Необходимы Профсоюзы Как Добровольное Объединение Работников Для Организации Коллективных Действий В целях Осуществления Своих Интересов Рабочий Профсоюз Может быть Образован На основе Существующего Профсоюза Путем Создания В нем Рабочей Секции И Последующее Орабочивание Руководящих Профсоюзных Органов А при Отсутствии Профсоюза На предприятии Путем Учреждения Нового Профсоюза В котором Руководящую роль Принадлежит Рабочим Пока Рабочий Профсоюз Не представляет Больше половины Работников Предприятия Профсоюзным Активистам Целесообразно Предъявлять Какие-либо Требования Нецелесообразно Извиняюсь Да Предъявлять Какие-либо Требования К администрации Упор 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 в работе Профсоюза Должен Быть сделан На продвижение Среди рабочих Прогрессивного Проекта Коллективного Договора С помощью Выжимки Из него В разработке Проекта Надо Опираться На имеющиеся Лучшие Образцы Кол договоров Размещенные На сайте Фонда Рабочей Академии При необходимости Обращаться К консультантам Российского Комитета Рабочих И другим Членам Рабочей Партии России Имеющим Опыт Работы Над Коллективными Договорами Подготовка Проекта Кол договора И выжимки Из него Не должна Занимать Больше Одного Двух Месяцев Когда Прогрессивный Проект Кол договора Получит Поддержку Большинства Работников Рабочий Профсоюз Должен Инициировать Коллективные Переговоры Внести В комиссию По коллективным Переговорам Данный Проект И добиваться Его принятия Предпринимая Необходимые Коллективные Действия Успешной Деятельности Рабочего Профсоюза Способствует Организация Профсоюзной Учебы Участие Его представителей В работе Городских Объединений Рабочих И Российского Комитета Рабочих Необходимо Учитывать Что Как показывает Опыт Наибольших Успехов Добиваются Те Рабочие Профсоюзы В руководстве Которых Действуют Члены Рабочей Партии России Уважаемые Товарищи Предлагается Данный Проект Постановления Принять За стол Прошу Голосовать Кто За Кто Против Выдержавшиеся Единогласно Еще раз Уважаемые Товарищи Напоминаю Ориентационная Комиссия Это Научные Консультанты Сегодня Это Кирилл Валяевич Александр И Докладчики По первому вопросу Товарищ Головаш Антон Геннадьевич По второму Горбушков Сергей Александрович По третьему Павел Коин Павел Вячеславович К моменту Завтрашнего Возобновления Работает Комитет Если кто-то Будет работать Над проектами Чтобы Предложения Уже Были Ну как бы Готовы Вами Будем Обсуждать Точнее Чтобы они Были переданы Формулировки Поправок Были переданы В редакционную Комиссию 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 Комиссию